В бизнес-классе в последнее время стало меньше Моргенштерна. Куда не делись, видимо, экономили все. Коэффициент 1,05. Навигатор работает через жопу. Что-то как-то кто-то не торопится ко мне, никто. Всем привет, друзья, и добро пожаловать на таксично-развлекательный, учебно-познавательный канал о работе в такси, и не только по названию Акриста. Ну, а меня, как вы знаете, зовут Олег. Сразу перейду к комментариям к предыдущему ролику. Обложечка к этому ролику будет вот здесь вот. Ну, а ссылка, если кто-то не смотрел, и по традиции будет вот здесь вот. Можете пройти по этой ссылке и посмотреть ролик. Комментарий сегодня зрителя Евгения К. Кратенько. Видимо, у Яндекса в тарифах есть градация в части взаиморасчетов с водителем при задержке оплаты от пасса. Да, согласен, есть градация. Почему-то для Яндекса одни водители в приоритете, другие водители не в приоритете. Я имею в виду тариф. То есть, если ты водитель бизнес-класса, то деньги тебе сразу зачисляются по первому твоему, так сказать, возгласу. И если ты водитель тарифа ниже, комфорт плюс, комфорт, эконома, то деньги тебе зачислятся через 72 часа. Я считаю это несправедливым. Я понимаю, что ранжирование идет по количеству водителям, но тем не менее, все могут быть и должны быть равны в этой части оплаты. В любом случае, все должны быть равны. Считаю, что это некая дискриминация водителей. Если вы согласны, оставьте комментарий. Если не согласны, оставьте комментарий. В любом случае, буду благодарен за ваше мнение и за ваш отзыв. Ну, а теперь, друзья, давайте переходить плавно к ролику, в котором вы увидите, как я работаю в тарифе эконом на своем опеле. Весь блеск эконома вы увидите сейчас на этом видео. Давайте смотреть, ставьте лайки, комментарии. Буду рад ответить на ваши вопросы. Погнали смотреть. У нас сегодня пятница, 9.08. И я выезжаю на работу на своем боевом опеле. Работать я буду в тарифе эконом. Программа у нас сегодня прям максимум-максимум. Сколько же я сегодня в пятницу вывезу? Мне самому очень интересно. Рассчитываю на линию выйти в районе 12 часов. Сейчас у меня такое достаточно свободное время. Мне нужно помыть машину. Ну, не сильно так, чтобы нужно. Но коврики надо помыть, если честно. Сейчас заеду на моечку, потом на заправочку, а потом потихоньку поеду в город. Я еще сейчас в области. Ну, и буду выходить на линию. Почему я это делаю? Чтобы застать лужи, которые, по-моему, с 9 часов. Ну, и обязательно расскажу в конце, сколько у меня получилось сделать. Чему, собственно говоря, я занимаюсь всем этим. Почему я не на Мерседесе? Выкаты сейчас такие себе. Собственникам мной, в том числе, было принято решение о том, что я все-таки отдам машину, чтобы не влезать в долг. И поэтому я нахожусь в свободном плавании. Как вы видели, уже из последнего ролика я катаю и на К5 периодически. И сейчас я больше катаю на своей машине эконом. Выхожу в свободном графике. Мне, кстати, надо добрать до золота. Я сейчас там 3, примерно 4 дня. Может быть, мне придется покатать доставку, чтобы добить до золота. В общем, задача сделать золото за оставшиеся дни. В общем, мне нужно, а, заработать денег, б, добить до золота, в, остаться в хорошем настроении и, так сказать, провести это время с приятными эмоциями. Ну, а вы это посмотрите в моем ролике. Ну и, конечно, я хотел напомнить, что я работаю в главном парке. Какие преимущества получает водитель, работая в главном парке? Покупка смен недельной и 12-часовой, заправка через таксометр при нулевом балансе, моментальные выплаты. Еще действует реферальная система для водителей. То есть, если вы приведете водителя, своего коллегу, друга, вы сможете получать процент от его заработка. Подключение ведется по всей России. Ну, а если вы назовете промокод АКРИСТА, парк, подарит вам приветственный бонус. Неделю работы без комиссии парка. Напоминаю, промокод АКРИСТА. Только в этом случае будет действовать этот бонус. Итак, сбрасываю документы по телефону ватсап, который находится вот здесь вот. И начинаю работать со мной в одном парке. Чуть не забыл. Естественно, парк оплачивает дезинфекцию для водителей из Санкт-Петербурга. Я уже помыл машину. Температура у нас минус 3. Идет снежок. В принципе, достаточно удобная температура для мойки автомобиля. У меня, в принципе, все чистенько. Поэтому я буду двигаться по своему обычному маршруту. Осталось только заправиться. На линию я буду выходить в городе, потому что что-то мне как-то не очень хочется везти из области с комиссией заказ. Ну и плюс может утянуть в другую сторону. Хотя меня из города утягивало в ту сторону, откуда я приезжаю. Мне просто нравится все делать в определенном заданном, что называется, диапазоне по определенному маршруту. Вполне возможно, что сейчас машина станет грязная. Она в любом случае станет грязная. Что так, что так. Мне главное, что я внутри все вымыл, протер. Теперь приятненько. И даже дышится как-то по-другому. Заказ. Коэффициент 1.35. Скупчинская улица. Едем в Санкт-Петербург. Что за Санкт-Петербург? О, заказик в центр. Отлично. Погнали. Смену я пока не покупаю, потому что смену буду покупать, ну, чтобы отъездить еще, ну, чуть больше 12 часов. Смену буду покупать в районе 12. Сейчас 10.35. Час прошел с мойки, пока я там доехал, проехал. В общем, покатаю полтора часа без купленной смены. Сделаю несколько заказиков, потом вкусные. О, заказ отменили. Ну и ладно. Заезжаю по Витебскому проспекту в город справа от меня. О, еще один заказ, Коэффициент 1.7. Погнали. Мне и этот заказ нравится. Погнали на этот заказ. Заказ коротышек будет. Четыре минуты мне до него подаваться. Поедем мы с московского шоссе на улицу Фрунзе. Ну что же, неплохо, неплохо. Коэффициент 1.7, это очень даже хорошо. Так. Ё-моё. Хребать. Ладно, наличными. Надеюсь, не пойду. Едем на улицу Фрунзе 24. Пришел сразу же следующий заказ, но без коэффициентов. Но Фрунзе 12. Ну, это одна минута мне подаваться. Прям там-там. Прям там-там. Ну вот видите, я уже 12 минут ехал за 160 рублей. Все-таки коэффициенты, конечно, имеют значение большое. 11.14. Я думаю, что еще пару заказов, и я буду покупать смену. Коротышей я сейчас понавожу целую кучу. Но чувствую, что меня сейчас будет таскать по этому району. По району ветеранов, проспекта метро, проспекта ветеранов. Там какие-нибудь еще партизаны пойдут. Доблести и всякое разное. Очень не хочется мне. Блин, лужи все больше и больше. Просто пассажиры сидят, ножками сучат. И воду разбрызгают за пределы коврика. А это уже новостроечки у нас. Новостроечки. Сейчас кто-нибудь из сугроба выползет. С вот такими ногами снега. Здравствуйте. Мы ездим с вами на бульвар новатора. Станция метро Каспект ветеранов. Вот здесь нормально? Все, пожалуйста. Всего хорошего, хорошего дня. До свидания. 121 рубль своего поездка. Буквально сразу же мне пришел заказ. В спину. Сейчас я развернусь здесь. Наверное. Через двойную сплошную, что ли, нет? Не знаю. Не. И поеду к следующему заказу. Меня, видимо, все услышали. По поводу сверху кто-то. По поводу того, что я хочу свалить с этого района. И дали мне заказик на проспект Солидарности. С небольшим коэффициентом. Ну да ладно. Долгая поездка. Перед этим я отменил один заказ. В какую-то там, короче, в деревню. У меня почему-то списала активность. Пешеходик пропустим. Лужа у меня болтается. Надеюсь, что сейчас я смогу убрать эту лужу. Еду уже на четвертый заказ. Просто плющит заказами. Херачит, херачит, забрасывает. На сейчас у меня уже 424 рубля. Пока я здесь стоял, проехала гора гребаных снегоуборочных машин. И нахер мне все забрызгало, блин. Привез в Александровскую больницу. Здесь остановился. Купил смену. Стало совсем чуть-чуть отбить. И мне пришел следующий заказ. Из Кудрова на Ваську поеду. Долгая поездка. Тот заказ стоил 600 с чем-то рублей. С ветеранов до Солидарности. Ну, в общем, еду на следующий, по-моему, пятый или шестой уже заказ. Не знаю. Погнали. В общем, я подался. Встаю в Кудрово. Поеду на 26-ю линию Васильевского острова 3А. Заказ за наличные. Платное ожидание уже. Заказ с коэффициентом. Сейчас как раз тогда лужицу протру. Пока время есть. Лужицу протер. Никто пока ко мне не приходит. Надеюсь, что это не фейк. Грязная у меня выручка составляет 1218 рублей. На балансе у меня минус 653 рубля. Смена стоила 1500 с чем-то. То есть 1000 я уже отбил. Если получится этот заказ, надеюсь, что большую часть отобью. Посмотрим. Не знаю. Если кто-нибудь опять же выйдет. Пассажир написал. Здравствуйте. А вас не найти. Слышали? Пассажир написал. Здравствуйте. А вас не найти. Здесь в столе нет, да? Да. А я еще и в ТОООО бежал. Точку мы правильно поставили. Я тут не должен поставил. Ну, я приехал к точке. Не, не, я понимаю. Там просто приложение правильно поставил. Я понял. А я уже вам набираю там. Сейчас. Здесь дома бежал, наверное. Спотел бы. Наискал. Понял. Аккуратно. Да, говорит, по пути. Такие у нас пассажирники. Модные. Тут, в принципе, расстояние не меняется. То же самое. Платное время я ожидание платное поставил. Заказ, кстати, получается на 781 рубль. Так что этим заказом я выйду в плюс. У меня сейчас минус 653 рубля. Ожидание, по моим прикидкам, обычно составляет, ну, не менее 5 минут. Пока он сейчас дойдет до банкомата, пока начнет снимать деньги. Вот уже полторы минуты натикало. Сумма станет больше. Заказ с коэффициентом, поэтому ожидание с коэффициентом. Ну, да ладно. Еще, короче, закончил я эту поездку. Странный пассажир весьма какой-то. Ну, и сразу же мне пришел другой заказ с подачей платной. Прям 20 целых рублей. А, ну и, кстати, этот заказ мне стоил 806, по-моему, рублей. Выполнял я его практически то же самое время, что и было изначально указано. 55 минут. Ну, бывали заказики и по лучшей, и по ценам, но это не самый хороший заказ, ну, не самый плохой заказ. В общем и целом. Итого я в плюсе 152 рубля, смена отбита. Плюс 152 рубля, как я уже говорил, повторяюсь. Пять заказов, еду на шестой. Времени у нас 13.19. До конца смены у меня 10 часов 35 минут. Стало столько найти туалет. Как обычно, все уже подходит. Навигатор работает через жопу. Раньше я это замечал Google Maps. Яндекс работал более-менее стабильно. Сейчас и у Яндекса наблюдается вот такая же фигня. На GPS я грешить не буду, потому что GPS, насколько я знаю, у нас не работает. У нас сейчас работает система GLONASS. Ну, а поскольку это наша система GLONASS, блин, опять лужа. Вполне возможно, что она работает некорректно. И определяет место положения, опять же, некорректно. Ну, ладно. Задолбал меня этот Яндекс. Со своими построениями маршрутов. Кстати, я заметил, что в бизнес-классе в последнее время стало меньше Моргенштерна. Куда они делись, видимо. На канал переселят. У меня коврик сухой. Типец. Знаете, что здесь за заказ? Здесь заказ из одного конца дома, другой конец дома. Мне даже интересно, кто там инвалид? Или кто вообще поездит? То есть это один дом. У меня такой первый раз. Сейчас посмотрим. До подачи 30 секунд. Ну, я вытирал коврик. Что мне сделать? Опозду я, опозду. Дом вот такой вот, угловой. Вот отсюда, вот сюда. Здравствуйте. Ну, это этот же дом. Ну, в общем, да. Я понял, вот туда, да? Да, да. Слушайте, у меня есть к вам огромная просьба. Если это возможно. Мне очень нужно до женщин позвониться. Она просто сам побольше. Телеграмма селится. А она в Санкт-Петербурге находится? Да, на Питерской. Так, а чего сделаю? Позвоните ей просто набрать номер? Да, просто не позвонить надо. И еще разговаривайте. А, вы что ли будете разговаривать? Ну, входите, да. Ну, давайте попробуем. Сейчас, секундочку. Так, я не знаю. Нормально мы стоим? Никому не мешаем? Есть, нет. Да, на здоровье. Понятно. А у меня же по карте стоит оплата. Вы можете мне, чтобы она считывала? Да, в ожидании тогда мне нужно поставить. Да, да. А давайте тогда? Можно я? Просто здесь перенабрать через минут пять. А это время? Ну, давайте. Сейчас. Что очень неудачно оказалось. Сейчас еще и линия не будет. Давайте к парадной поедем. А то он мне пишет, что координаты не точные. Возможно, вы едете слишком быстро. Я не могу поразить. Ну, как вам удобно. Так, а нам? Или вам вообще, в принципе, все равно. Мы можем остановиться, где угодно. Да, на самом деле, все равно было удобно. Ну, я понял. Ну, где-нибудь сейчас выберем местечко, где встать. Ну, здесь слева тут какая-то... Да. Какая-то хрень. Вот здесь нормально будет? Да, да. Сейчас, секундочку. Там же прям заказ пришел. Ну, да ладно. А у него не может стоять черный список на незнакомые звонки? Нет, нет, нет. У него не настолько замороченность такая. Да? Можем еще минут пять пристоять, а ты только минут через пять перезвонишь? Ну, давайте постоим. Да, максимум. Ладно. Да, хорошо. У меня 30 лет. А после, кем она стала в Одессе, 33, Дагестанин. Ну, вот этот товарищ. Дагестанин, да, вот, знак, вот, там, где-то, коляска. Ответ слабый. Да я его, видимо. Вот такая стура. Понятно. Хороший способ вы придумали. Не, я просто не знаю. Честно, это очень лотерея эта история. То есть, как на улице тоже не дали бы водитель. Ну, факт. Как-то я, в принципе, раз так пытался попросить, у меня получалось через такси, но они такие отношения высокие. Я понял. Да ничего, бывает. Вы не переживайте, все равно, наверное, вы. Да нет, ну, это такая даже сейчас конченная стадия, где-то вообще не дали. Вы расстаться хотите или помириться все-таки? Нет, мне хочется, чтобы, конечно, да, к примирению, наверное, чтобы человек на связь вышел. Ну что, я со второго номера покупаю? Да, да, давайте попробуем. Алло. Ты на работе, на проблемах, раздать, да? Ну ладно, я тебя хотел попросить зайти в телеграмму, я не буду вставать. Так что, в итоге она зайдет? Да, зайдет. У нас все получилось. Спасибо, что погромное. Да не на что. Ну, это улица. Надеюсь, желаю всего хорошего. Вас обратно отвезти? Нет, ну я уже здесь, извините, вообще за вас задержу. Ничего, ничего, нормально. Ну, короче, бывает такая жесть. Вам тоже удача и в личной жизни. Спасибо большое, удачи вам. Не падайте духом. Да, да, до свидания. В общем, вот такая неожиданная поездка. Стоимость составила ее 243 рубля. Но я куда-то не езжу. Вот такие вот переживания бывают, вот такие вот случаи бывают. Это, кстати, вообще не постанова. В общем, парень просто попросил свою бывшую девушку выйти в Телеграм. По-другому он до нее достучаться не мог. Слушайте, очень интересный выход, на мой взгляд. Вот тут люди прям ходят, ни хера не видят. Вообще не смотрят просто. Еще руками машут, как крылья. Тебе, куда ты едешь? Да я еду по проезжей части. Куда я еду?